Существует много версий, откуда появилась традиция отдания воинской чести и поднесения руки к голове. В одном случае говорят о рыцарях, которые поднимали забрало, в другом случае о шапках с перьями. А как вам версия, что первый раз честь была отдана английской королеве Елизавете I? Произошло это на борту корабля «Золотая лань» и этим человеком был знаменитый корсар Фрэнсис Дрейк. Дрейк начинал свою морскую карьеру с работорговли, но позже понял, что сам он ничего не сможет. Нужно делиться и за патент корсара отдавал английской королеве 50% награбленного. Знаменит он еще тем, что первым из англичан и вторым человеком в мире совершил кругосветное путешествие. Испанский король объявил его пиратом, и за его голову в пересчете на современные деньги предлагали 8 миллионов долларов. С кругосветного путешествия он привез столько денег, что лишь доля королевы превышала весь годовой бюджет Англии. За такие деньги можно было поссориться и с королем Испании, и она лично решила прибыть на борт его корабля. Надеюсь, вы представляете, из кого состоял его экипаж. Елизавета была далеко не красавица, но считала себя просто эталоном красоты. И когда она поднялась на борт, все члены экипажа прикрыли глаза рукой. Она удивилась, спросила, что они делают и почему. На что Дрейк ответил, Ваше Величество, они ослеплены вашей красотой. Дрейк получает рыцарский титул, Становится мэром Плимута и вице-адмиралом Королевского флота. А все окружение королевы подхватывает традицию, И она успешно приживается, в общем-то, во всем мире. О Дрейке можно рассказывать еще очень много. Хотя бы то, что именно он привез картофель из Нового Света. Но все мы люди. И в 1596 году Дрейк скончался от банальной дизентерии. И в общем-то, не важно, правдива эта история или нет, И не важно, как он умер, Дрейк останется великим моряком и человеком-легендой. Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...